Интерактивные площадки, выставочные экспозиции, тренинги для педагогов и сотни участников. Мозорский государственный педуниверситет принимает гостей 2-го Полесского образовательного и научного форума. Преподаватели, учащиеся двух крупных областей Гомельской и Минской, собрались, чтобы пообщаться, поделиться наработками, обменяться практическим опытом. Подготовлено более 200 работ научных, начиная дети от 1-го класса, заканчивая студентами Мозорского государственного педагогического университета. Это здорово, что есть такая преемственность в Мозорском районе. И сегодня на выставке мы увидели совершенно новые подходы к научной деятельности, интересные задачи, которые ставили перед собой молодые ученые и педагоги, интересное решение и практическое применение в жизни. И это радует, ведь наука – это изучение окружающего мира, только более внимательное и более внимательный взгляд на окружающую тебя действительность. Отрадным является то, что возглавляют сегодня этот форум наш студенческий коллектив, а также наши ребята из молодежного парламента. Ведь город наш не зря получил звание «Город дружественный детям». И сегодня молодежь во главе такого интересного мероприятия. В центре внимания участника форума тема актуальна для сферы образования. От электронных образовательных курсов по логопедии, математике до опыта применения новейших технологий, например, в работе с младшеклассниками, имеющими нарушение речи. Основной целью данного мероприятия является привлечение молодежи в научную деятельность, развитие их способностей исследовательских, познавательных способностей, расширение его кругозора. Конечно, это мероприятие играет большую роль в развитии нашего образования, нашего полесского региона. Прежде всего, здесь, в этом году мы сформировали наши мероприятия из двух частей. Первая часть – это конкретно для школьников. Они готовят свои доклады, защищают их, участвуют в конкурсе. И лучшие победители конкурса будут поочеренны сертификатами и наградами. Самые юные участники Поляского форума наработками делились во время презентации выставок на секции «Юный исследователь». Заявлены были десятки интересных тем. Здесь и мода на мову, и посткроссинг, и национальные традиции, и важные экологические проблемы. Во всем мире растет интерес к наследию. Так и в Республике Беларусь. В 2019 год был объявлен годом малой родины. Ведь без прошлого, без корней нет будущего ни одного народа, ни у человека, ни у семьи. У нас дома есть прабабушкино полотенце, которое хранится у нас уже много лет и передается из поколения в поколение. От бабушки я узнала, что это полотенце называется ручником. Бабушка рассказала мне, что это полотенце – наша семейная реликвия. Ручник, которому много лет был подарен бабушке, моей прабабушке Евгении Михайловной к свадьбе. Наша тема – бытовые отходы, как экологическая угроза. Наша цель – получение представления о разнообразии мусора, о возможных способах его сортировки и утилизации, а также вторичное использование. Мы хотим с моей ассистенткой, чтобы люди правильно сортировали мусор и чтобы не было загрязнений. Для педагогов на форуме другая программа. Им предложили принять участие в тренингах педагогической мастерской. В этом году мероприятие посвятили 75-летию Музорского государственного педагогического университета имени Ивана Шамякина. Полесский образовательный и научный форум проходит раз в два года. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, телеканал Мозырь.